Там присоединяется Богдан Долинца, эксперт по вопросам развития авиационного рынка. Добрый вечер, Богдан. Приветствую. Добрый вечер. Если расшифровать и уточнить оправдания, какие были со стороны Минпромторга, там объяснили очередной перенос срока выпуска лайнеров, цитирую, «объективными техническими сложностями реализации проектов такого масштаба». Там отметили, что программы импортозамещения в гражданской авиации реализуются беспрецедентные по мировым меркам сроки. А вот сколько, по вашему мнению, действительно нужно времени, учитывая, что, к примеру, по поводу МС-21, пока даже информации нет, поскольку до сих пор не сформирован финальный облик самолета. Сколько нужно еще времени? Мы уже видели в нашем сюжете, сколько переносов уже было. Да, ну, смотрите, если мы говорим о возможности производства самолета, мы должны понимать, что, в принципе, на сегодняшний день ни одна страна в мире не может практически производить 100% самолет самостоятельно. Даже Китай, даже Соединенные Штаты, они, как правило, работают в кооперации и используются где-то канадское оборудование, где-то французское. Например, те же кресла для самолета могут производиться как в Ирландии, так, например, и в других государствах Европейского Союза. И фактически на сегодняшний день рынок авиапроизводства – это такой глобальный рынок, который требует большого количества разных игроков для производства самолетов. Если мы говорим именно о таких достаточно высоколокализированных, а это как раз велосамолеты, которые производятся или в Китае, или в Соединенных Штатах, тогда же они часто на 90% только состоят из местных деталей, и там 10, иногда 5% – это все равно какие-то импортные, привозные те или иные элементы или комплектующие. Если говорить о российском самолете МС-21, то этот самолет, который изначально проектировался с применением около 50% иностранных комплектующих, в условиях действующих санкций достаточно сложно будет этот самолет производить. С одной стороны. С другой стороны, ключевая особенность этого самолета, как заявляли сами россияне, это наличие так называемого российского двигателя для гражданских самолетов. Но, в принципе, уже несколько лет этот двигатель не могут довести до готовности, и он постоянно проваливает те или иные испытания. Вот, без своего двигателя у МС-21 судьба, скорее всего, будет такая же, как и у сухого суперджета, где стоят французские двигатели, и фактически около 150 бортов, которые на сегодняшний день были произведены, они постепенно выводятся из эксплуатации, ввиду того, что их просто невозможно обслуживать, нет запчастей для так называемой горячей части двигателя, для того, чтобы эти самолеты безопасно эксплуатировать. С одной стороны. С другой стороны, если мы говорим именно об МС-21, то серийное производство этого самолета планировалось начать еще в 2017 году. Уже фактически прошло 7 лет, но так это серийное производство и не было запущено, и, скорее всего, в 2024 году речь о серийном производстве тоже вести нельзя будет, потому что даже в условиях санкции получить для нескольких самолетов запчасти еще как-то выглядит реальным, но для того, чтобы производить десятками самолеты, никто не говорит даже о сотнях, это выглядит практически нереализуемо. Как мне помнится, Путин не то тысячи, не то две тысячи заказал изготовить самолетов, а тут вспоминаются слова спикера Феда Матвиенко, которая, помните, в 2022 году удивлялась, что Россия гвозди не производит. Ну, тут чуть-чуть другие производства, хотелось бы еще уточнить, вот что нужно указывается для самолетов, значит, требуется замещать все системы и агрегаты, включая бортовые радиоэлектронные оборудования, двигатели, как вы уже указали, и авиационные материалы, это все в открытую говорят, вот где нужно импортозамещение сделать официальные лица. Так вот, мол, все мировые авиапроизводители, как вы тоже уточняли, опираются на широкую международную кооперацию поставщиков из нескольких десятков стран. А России предстоит справиться самой, вот, посетовали в Минпромторге. Ну, а как вы считаете, на кого сейчас может рассчитывать Российская Федерация? Кто пойдет вот с распростертыми, как говорится, карманами, чтобы поставить необходимые комплектующие для самолетов? Есть ли такие рисковые страны? Или придется полностью изготовлять самой? Да, ну, смотрите, тут есть две важные составляющие. Если говорить о поставщиках, то в целом круг поставщиков достаточно узкий. Вот, часть каких-то неоригинальных запчастей, в принципе, могут производить в том же Китае, но при этом мы видим, что все-таки Китай не включается в активную кооперацию с Россией, потому что боится попасть под так называемые вторичные санкции, которые касаются не только самих запчастей, они касаются средств производства. В первую очередь, это разные станки, это микросхема, это программное обеспечение, которое используется для производства тех или иных авиационных запчастей. Вот, если говорить даже о возможности, уже вторая часть вопроса, это самостоятельное производство тех или иных компонентов и запчастей, то здесь ключевой вызов в том, что для того, чтобы производить эти запчасти, необходимо покупать западные станки и западное программное обеспечение, без которого, в принципе, производство наладить будет или очень сложно и займет очень много времени, но, с другой стороны, качество все-таки тех запчастей, которые будут выходить, оно в лучшем случае будет дотягивать до каких-то советских ГОСТов, а, возможно, даже и не будет. Вот, потому что, если вспомнить, на чем строилась, в принципе, вся промышленность Советского Союза, это были вывезенные с ГДР военные оборудования, станки, которые фактически дальше использовались для построения так называемых заводов на территории Советского Союза. Кроме того, одним из ключевых поставщиков, кроме ГДР для Советского Союза, именно средств производства, были Соединенные Штаты Америки. Фактически кораблями и эшелонами везлось оборудование для производства и постройки новых заводов. Вот, мы понимаем, что в условиях действия санкций и вторичных санкций фактически доступ к таким средствам производства, он ограничен. Поэтому, в принципе, страны, которые производят именно оборудование для производства, это в основном Соединенные Штаты Америки, это Китай, это Германия, это Турция. Вот, и, в принципе, есть еще небольшие страны, которые производят узкоспециализированные оборудования, например, даже Франция, Канада, другие страны. Но мы все понимаем, что круг достаточно узкий, и, в принципе, достаточно сложно получать те или иные оборудования. Ранее российские оборонно-промышленные компании получали эти станки, условно говоря, закупая на фирмы прокладки, а потом эти станки растворялись в частных предприятиях и появлялись на военных оборонных заводах. Мы видим, что понемногу эта все-таки практика остается сложнее, получать большие партии таких станков, и не только станков. Мы понимаем, что оборудование — это только часть процесса. Есть еще комплектующие, есть разные расходные материалы, которые постоянно должны поставляться, иначе это оборудование за полгода превратится в металлолом, и с помощью него ничего нельзя будет произвести. Вот. С другой стороны, если мы говорим о производстве самолетов, то за год увеличить в два раза объем производства — это очень большой вызов и очень большая задача. Потому что если производили 10 самолетов, производить через год 20, для этого надо не просто увеличить сам завод, который производит, это необходимо всех поставщиков, которых десятки, а по некоторым составляющим и сотни поставщиков, им всем необходимо в два раза увеличить свои производства. Если хотя бы один из поставщиков не сможет в два раза увеличиться, то фактически все силы и старания всей логистической цепи, они идут на смарку, и все равно не получится произвести больше 10 самолетов. И то, что планы идут о том, чтобы произвести, условно говоря, в течение 5 лет до 1000 самолетов, это абсолютно нереальные планы. И, в принципе, если им удастся произвести хотя бы 100-150 самолетов в нынешних условиях, то это будет огромное достижение, и на сегодняшний день пока это тоже выглядит под большим вопросом. Вот смотрите, мы говорим сейчас о санкциях, о желании Запада не подпитывать военную машину России. Если мы говорим о поставках комплектующих, средств производства и так далее, то есть вот западные наши партнеры, люди, специалисты, которые занимаются этими санкциями, то есть каким-то образом это не разделяется, гражданская ли это авиация, или это может пойти на нужды военной авиации, то есть комплектующие средства производства, одни и те же, и поэтому они подпадают под санкции. Ну, как правило, да, речь идет о том, что большинство тех или иных товаров, особенно в авиационной отрасли, это так называемые товары или продукты двойного назначения. Это означает, что они используются и в военной, и в гражданских целях, и очень сложно их разграничить. Кроме того, часто бывает, что может закупаться какая-то компания-прокладка, которая находится, условно говоря, в стране бывшего Советского Союза. Эти запчасти поставляются туда, там они списываются, а потом просто серым, так называемым, импортом вводятся на территорию Российской Федерации, но тот же завод-произведитель или завод-поставщик об этом, как правило, не знает, и если и знает, или понимает, то закрывает глаза, потому что все-таки деньги там достаточно большие, вот, и, конечно, вся цепочка, она зарабатывает. Так называемый серый импорт стоит до 30% стоимости товара. Условно говоря, если какая-то запчасть для самолета стоит 10 тысяч долларов, то завезенная по серому импорту, она будет стоить на 3-4 тысячи долларов дороже, потому что каждый этап этой цепочки зарабатывает. Вот касательно характеристик того, что хотят производить в Российской Федерации, вот, если смотреть на МС-21 по характеристикам, пока уступает уже, ну, как бы, заявленным, да, ранее параметрам, дальность полётов сокращается с 5 до 3,5 тысяч километров, пассажировместимость снизилась с 211 кресел до порядка 135, вот, то есть он тяжёлый, много берёт топлива, условно говоря, и без дозаправок это вообще не вариант летать. То есть мы понимаем, что и, конечно же, цены на билеты возрастут. То есть это, как вы считаете, хотя бы таких характеристик смогут ли достичь, и что это вообще значит, будет ли Резон вообще пользоваться этими самолётами? А что это значит, это, на самом деле, аналогия с 80-ми, 90-ми годами. Самолёты Советского Союза, когда фактически на бывшие страны Советского Союза зашла западная эффективная, продуктивная и экономная авиация, которая показала большое количество кресел, лёгкие, безопасные самолёты, два члена бортэкипажа вместо трёх. Кстати, в МС-21 в том числе была достаточно большая проблема, потому что изначально самолёт хотели делать на три члена экипажа, как это было в советских самолётах. Но компании долго отказывались, и производителям пришлось таки что-то придумать, чтобы убрать лишнего члена экипажа. И второе очень важно, это так называемая топливная эффективность, которая непосредственно влияет на стоимость билета. Советские самолёты проиграли абсолютно по всем параметрам, западным, аэрбасам и Боингам. И даже на сегодняшний день авиапарк Российской Федерации на 80% состоит из западной авиации, потому что она эффективная, она дешёвая, она очень безопасная, и она реально показывает ту экономичность и продуктивность, которую ожидают авиаперевозчики. Построение более тяжёлых и менее эффективных самолётов придёт к тому, что в закрытых так называемых условиях, имеется в виду во внутреннем рынке, эти самолёты, в принципе, смогут, возможно, достаточно эффективно летать, придётся использовать какие-то программы госгарантий, часть будет платить за счёт налогов, закрывать эту разницу, часть положат в стоимость авиабилетов, и, в принципе, как-то оно будет летать. Но как только рынок откроется, все эти самолёты, скорее всего, снова станут металлоломом, потому что они будут абсолютно неэффективны и экономически проигрывать любой западной платформе, которая покажет свою эффективность, как это было в 90-х годах. Вот, с другой стороны, если мы говорим именно об том же самом МС-21, то мы понимаем, что так как этот самолёт, скорее всего, будет летать только на внутреннем рынке, то за границу получится ли его сертификовать или нет под вопросом, и, скорее всего, всё-таки, учитывая, что россиянам и так, в принципе, особо некуда на сегодняшний день летать, ввиду существующих ограничений на полёты в большинстве стран, то всё-таки летать между Россией и иностранными направлениями будут те же западные самолёты. Единственный рынок, который будет возможен для именно российского самолёта, это только внутренний рынок. Даже китайцам он не интересен, китайцы хотят строить свой собственный самолёт. Те же Суперджеты-100, да, они тоже на внутренний рынок рассчитаны. В чём их преимущество? Там ещё меньше, как бы он более лёгкий должен быть, ну и меньше пассажиров там вмещается от 87 до 108. И вот уже в Ростехе обещают, что в 2026 году планируется передать авиакомпаниям 30, аж 30 Суперджетов-100. Ну вот если уточнить, это российский узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолёт. Вот насколько он улучшит внутреннюю хотя бы ситуацию в России? Да, ну смотрите, эта передача 30 самолётов, она на сегодняшний день выглядит абсолютно нереалистичной, потому что ключевая проблема у тех 150 самолётов, которые уже есть на внутреннем рынке, то, что их невозможно поддерживать и эксплуатировать. Если западные самолёты, можно хоть как-то поддерживать с учётом схем серого импорта, потому что запчасти можно всё-таки где-то купить, достать старые, бэушные, нелицензионные, но они на рынке есть, потому что весь мир там состоит на 80-90% из самолётов Airbus и Boeing. Вот. А если ты покупаешь западную запчасть для сухого Суперджета, то тут сразу понятно, куда эта запчасть поедет, для какого эта самолёта запчасть произведена на Западе, но, как правило, её невозможно достать. Поэтому, условно говоря, в условиях санкций намного проще российским авиаперевозчикам поддерживать в лётном состоянии те же самые Boeing и Airbus и намного сложнее поддерживать так называемые российские Суперджеты. Вот. Поэтому вероятность передачи трясти самолётов выглядит на сегодняшний день малореалистично. И, кроме того, непонятно, кому они нужны, если нет возможности поддерживать уже существующие самолёты. Богдан, вот смотрите, исправьте, если я ошибаюсь. Если мы говорим о Boeing, если мы говорим о Bayer-Bus, тут же вопрос и не только в комплектующих, ведь должна быть какая-то переквалификация пилотов, технического персонала, а вот и, учитывая санкции, эта лавочка тоже, получается, закрылась для российских пилотов. Смотрите, санкции, они были достаточно широкие. Они повлияли на возможности не только технической части, они повлияли на доступ к обновлениям, на программы обучения. Они повлияли на возможность покупки программного обеспечения для поддержки или эксплуатации самолётов. И, на самом деле, суммарно это, конечно, будет влиять на деградацию качества подготовки лётного состава. Мы видим, что многие задачи авиакомпаниям разрешили брать на самотёк. Те компании российские, которые потеряли так называемые лицензии завода-производителя на обслуживание, они проводят на сегодняшний день нелицензионный ремонт. Эти самолёты в будущем нельзя будет не продать, потому что их просто в мире никто не купит. Они проходили неизвестно где, неизвестно, какие ремонты и какие технические обслуживания. Фактически, кроме как для внутреннего рынка, они уже будут никому не интересны. Вторая важная составляющая – это, конечно, подготовка лётного состава. Но, с одной стороны, санкции закрыли доступ к этим обновлениям, но мы понимаем, что россияне умеют обходить такие истории. Создается компания-прокладка где-то, условно говоря, в дружественной стране, которая покупает эти все обновления, а потом они тихонько мигрируют на территорию Российской Федерации, потому что это программный продукт, который просто... В России любят делать пиратские копии всего, что только можно, и, в принципе, эти ограничения значительно проще обойти. Но как только произойдёт какой-то серьёзный авиационный инцидент, это станет большой проблемой, потому что сразу будет искать крайне, кто где и как получил эти нелицензионные и фактически нерелевантные информацию. Напоследок, Богдан, хочу спросить вас касательно военной авиации, насколько здесь закрытый цикл производства и, конечно же, и лётного состава в том числе. Вот по данным только генштаба ВСУ, Россия потеряла уже с начала полномасштабной войны 346 военных самолётов буквально сегодня. Также украинские военные сбили очередную Су-34 на Восточном направлении утром. И ещё ждём подтверждения двух сбитых самолётов. Что это значит, эти потери для Российской Федерации? Насколько они восполнимы? И вот касательно закрытого цикла того же производства. Да, ну, смотрите, с военной авиацией ситуация немного лучше, но в целом, если мы говорим именно о последних моделях, таких как Су-57, это те самолёты, которые тоже достаточно большое количество компонентов, они производства западных стран. Но такие более старые, это, условно говоря, Су-34, Су-35, которые являются развитием линейки ещё советских Су-27, они в целом менее зависят от тех или иных комплектующих. И если говорить о планах, условно говоря, российской авиации, то в целом в 2023 году планировалось выпустить 55 самолётов военных, из которых 41 – это тактический боевой самолёт, 12 – учебно-боевых, и 2 бомбардировщика Ту-160М. Но по факту было произведено всего 24 самолёта, что в 2,5 раза меньше планового. И были произведены в целом только 4 учебно-боевых и 24 военных самолёта, уже непосредственно так называемых тактических боевых самолётов. Фактически речь идёт о том, что мы видим, санкции, они влияют в том числе на возможности производства и боевой авиации. И если говорить конкретно о производстве, то здесь ключевой фактор, который влияет, даже не столько сами комплектующие, а это проблема поддержки работы западного оборудования, которая используется для производства этих самолётов. Это следствующие станки, это расходные материалы для их обслуживания, это запасные части, ремонтные комплекты. Многие оборудования, мы помним, в том числе было отключено от обновлений завода-производителей, что в том числе может приводить к ухудшению качества работы того или иного оборудования для производства самолётов. Спасибо вам, Богдан, за ваше время для нас. Напомню нашим зрителям. Богдан Далинца, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, был с нами на связи, обсуждали авиационную ситуацию в Российской Федерации. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok